Это третье уточнение районного бюджета, которое осуществляется после его принятия. Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета на 870 миллионов 253,6 тысяч рублей. За сухими строчками доклада о бюджете, финансирования образования и социальных программ, расходы на благоустройство и выплаты пособий. Но в списке доходов и расходов есть еще один пункт, который призван решить одну из проблем уже более года волнующую всех видновчан. Муниципальные власти выделили субсидию на ликвитацию мусорной свалки, образовавшейся в промышленной зоне Видного. Ликвидировать полностью данный завал и дальше, вы знаете, что завод туда сейчас прекращен. Управляющая компания выставила соответствующие посты. И завод туда должен быть прекращен вообще. Эта свалка должна быть вывезена и дальше должна использоваться под технологическую базу. Как мы уже неоднократно сообщали, компания «Экотранс», виновница создания на территории Ленинского района, одной из самых больших в области незаконных свалок, в данный момент не осуществляет вывоз мусора. Заключен контракт с другой мусоровывозящей компанией. Теперь депутаты поддержали и ликвидацию мусорной горы. Муниципалитет выделил на это мероприятие 25 миллионов рублей. К этой процедуре мы шли с сентября месяца. Ну, для этого должны были быть изысканные деньги. Они должны быть определены. Теперь с советом депутатов мы их утвердили. Дальше идет процедура конкурсная. Сейчас выходит компания, которая в течение трех месяцев должна вывести тот объем, который более 50 тысяч кубометров этого мусора, свалки, на полигоны. Еще одним вопросом, который в этот день рассматривался советом депутатов Ленинского муниципального района, стал процесс передачи недавно построенного здания рядом с больницей на заводской Видновскому перинатальному центру. Для более глубокого освещения вопроса на заседание был приглашен один из чиновников Министерства здравоохранения Московской области. Те помещения, которые есть, они уже не соответствуют ни требованиям наших жителей, молодых мам, ни требованиям САНПИН, то есть нормативной правовой базы. Поэтому на сегодняшний день очень актуально развивать данное направление, то есть перинатальный центр, именно за счет площадей. И на этапе строительства, и сейчас, когда здание полностью возведено, его упорно продолжают называть инфекционным корпусом. Но после передачи его на баланс областного Министерства здравоохранения было решено отдать его Видновскому перинатальному центру. Депутаты проголосовали за поддержку этого решения. У главного врача центра уже есть конкретные планы по использованию нового корпуса. В корпусе будут размещаться второй этап выхаживания детей. Не все дети рождаются здоровыми, и часть из них попадает в реанимационное детское отделение. И после выхаживания в реанимационном отделении они переводятся на второй этап выхаживания. Вот такие детки будут попадать в это подразделение на второй. Третий этаж на первом этаже будут развернуты дополнительные реанимационные койки. Помимо этого Руслан Кошелев, представитель Министерства здравоохранения Московской области, ответил еще на ряд вопросов депутатов, касающихся медицинского обслуживания населения в Ленинском районе. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.